Всем привет-привет! Мы снизу видим город Ройтлинген и находимся на вершине горы, в замке. Замок очень древний, но был отстроен в 1800-х годах заново, потому что был разрушен. Это замок Латенштейн. Красивое место, мы находимся снаружи, но внутри нельзя ничего не снимать. Снаружи мы открыли, очень даже интересно. И здесь слева тоже вот такие башни с кемом. Снизу город. Ни в одном замке я не видела вот таких фигурок, например. Так интересно, здесь все так красиво украшают цветами. И мы видим тоже, реставрация идет до сих пор. И вот здесь, смотрите, тоже много-много фигурок. Граф Литтенштейн не имел потомков, воевал против турков, против турецкого нападения. И они потом со всей семьи уехали с этого замка. Есть несколько зданий. Выглядят по-разному все. Есть высокие башни, есть низкие домики. Мы пойдем в этот замок, но это будет через полтора часа. И там нельзя снимать, как я сказала. Это с другой стороны такой вид. Мы зашли с другой стороны. И вот смотрите, какое высокое здание, пика, расположено на самой верхушке горы. И здесь вот низина, да. Сегодня воскресенье, как я сказала, много народу, поэтому приходится ждать и снимать, чтобы не захватывать людей. Вот такое здание тоже есть небольшое. Кусты здесь, деревья. Под ногами вот такие у нас камни и дорожки натуральные. Ничего тут не сделали, никаких дорог. Вот здесь мы увидим корни деревьев и насыпь такая. И вот так. Прям какой-то сказочный. Такой странный. Шлёс замок. Такого мы еще не видели. Все такое маленькое, маленькое, маленькое. Здесь такой обрыв, как бы не вранить камеру. Так. Город как на ладони, там мы видим. Опять горы обрамляют этот город. И в той стороне красивые-красивые разлинованные поля. Вот то, что я вам показываю, это оружейная палата была здесь раньше. Вот в Германии часто замки на вершинах строили. И вот враг не мог здесь подобраться. Посмотрите. Лесная чаща и обрывистое такое, обрывистое место. Место горное. Просто скала обрыв. Ровный. Поэтому к такому замку практически невозможно было подобраться. И вот мы видим в вооруженной палате. Как раз таки до сих пор вот все это здесь сохранено. Посмотрите, тут такие бойницы очень узкие. И с горы они вот могли замечать врага. Совсем узкий проход и там тоже бойница. Наверх мы не можем подняться, потому что здесь закрыто. К сожалению, не поднимешься. Вот я отошла в сторону. Вот здесь наверх можно подняться и видеть все, что происходит с той стороны. Мы зашли с правой стороны. И здесь видим ров. Вот многие замки, они окружены были рвами или рекой. И мостик. И там дальше вот роща, лес, где они могли прогуливаться. Вот. Охотиться тоже. Это была церковь того времени. Она сейчас не действует. Это просто как наглядная посудя того времени. Могу показать черепицу, как она сделана. Вот так. И здесь вот такая каменная дорожка. Дальше опять камни. И здесь мы видим, что здесь невозможно было на конях проехать только выход в этот лес. Нужно было прогуляться. Везде мы увидим ступеньки. Но нельзя подниматься наверх. Здесь когда-то гуляли настоящие олени. Но сейчас просто стоят металлические такие фигуры плоские. Здесь, я не знаю, увидите или нет, там скорее всего семья вот. Или вместе с семьей проводили молебом внутри здания. 18 стульев стоит. А тут красивые вазы с цветами. Любые замки и здания обрамляют всегда толстый такой забор. Или, как сказать, обнесенный вокруг замка из камней. Похоже, ракушечник даже. И такие плоские породы камней. Кстати, вот потомки, внуки, правнуки и так далее. Они восстановили этот замок. Это была мечта хозяина этого замка. И из поколения в поколение они потихоньку его восстанавливали. И уже современный потомок он как раз таки и сделал из этого замка музей для посетителей. В основном нижняя часть сохранилась с этого замка. Все было разрушено временами, веками. Да, потому что не ухаживали. И потом восстанавливали уже более современными такими камнями, глиной и материалами. Вот я вижу здесь, по-моему, порода ракушечника или что это такое, кто знает, напишите. И вот здесь мы заметили странную лавку. Кто это такие? То ли рабы, то ли гномы. Непонятно кто. Но вот мы видим, они держат или вылазят из-под лавки или держат. Вот так это выглядит. И мы видим здесь герб при выходе из ворот. Какой-то тут мужчина, принц и, скорее всего, принцесса. И вот кто-то тут воюет с драконом, древним змеем. И сзади осталось вот так. Здесь можно кое-что купить, например, какие-то игрушки, побрякушки. И разные сувениры. С улицы здание тоже выглядит не менее красивым. Такое компактное маленькое здание. И вот там мы видим здание с такими пиками, верхушечками. Вот этот мужчина на черно-белой фотографии, он отстраивал это здание. Вот. И тут написана вся история. И отстраивалось здание это в 1840-х, в 42-х годах. Снизу мы видим современных потомков, вот этих графов, которые живут до сих пор. И во дворе здесь есть домики, прислуг, горжи конюшни. И можно прогуляться по прохладному лесу. Здание со всех сторон обнесено забором. И вот теперь действует как музей. Здесь также есть гостиницы и рестораны. Я немного отошла в сторону. И вот теперь, в общем, такая картина перед нами встает. А здесь мы увидели настоящий улей, там рой пчел, кружит. Погодка хорошая сегодня, 23 градуса. А здесь внизу ресторан, поэтому я сниму по верхушкам. Это здание, знаете, егера. То есть тот, кто был главный охотник, что ли, егер. Другими словами, это домик лесничего. Мы пришли к нашей машине, сейчас поедим и поедем. Так, поэтому я с вами прощаюсь. Мы сейчас в машине поедим. Всем пока-пока. И кто ест, приятного аппетита.